Данил Самсонов Сергея Дудакова и Данила Лихенгауза Сергея Дудакова и Данил Самсонов 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Во-вторых, в этой группе и точно знают, что делать в случае, если что-то пойдет не так и умеют считать Вот, начало самое прыжковой части Поизвольные программы Вот четверной лутс, блестящий Вот тройной аксель Нет, не докрученный, конечно же Это и стало причиной падения Но дальше все существенно лучше Тройной флиппойлер, тройной сальхов Перекроил совершенно программу Относительно предварительной заявки Даниил, но ни разу не ошибся Ни одного лишнего прыжка И тройной флип, тройной тулуп И тройной лутс, двойной тулуп Но, к сожалению, вот еще был вот этот двойной лутс На котором тоже наш спортсмен Потеряет определенное количество баллов Обидно Очень неоднозначно складывается этот сезон Я бы сказал Тяжеловато складывается этот сезон Для Даниила Самсонова Блестящие выступления Он чередует с не самыми выразительными прокатами Но, тем не менее, продолжает идти Продолжает стремиться к тем самым высотам На которые он потенциально способен Сергей Дудаков 13-го числа В понедельник У Сергея Викторовича день рождения И совсем скоро мы узнаем Удастся ли Даниилу Сделать Одному из своих тренеров Подарок К этому самому дню В виде Медалей Олимпийских игр Результат 205,23 Ну, прямо скажем Если не проходной То Ну, далеко Не самый серьезный Для наших фигуристов В нынешнем сезоне И Самсонов И Мазалев Неоднократно добирали существенно больше Плюс ко всему У Даниила было превосходство Относительно канадца По итогам короткой программы Так что, скорее, да, чем нет Но для того, чтобы в этом убедиться Нужно дождаться Окончательного Итого Так, да И за произвольную программу Даниила набирает больше По сравнению с Алексей Ракичем Ну и по сумме, разумеется, тоже Продолжение следует...